здравствуйте мои дорогие зрители вы на канале Таня из Англии те кто смотрит меня давно знают что я уже в течение трех недель учусь в английском колледже в нашем городе недалеко даже от моего дома и было несколько комментариев где меня спрашивали Татьяна расскажите как вы учитесь нравится ли вам также например был такой вопрос есть ли какое-то ограничение по возрасту одна женщина спросил что ей около 60 лет может ли она начать учиться в этом колледже поэтому сегодня все все по порядку покажу вам сам колледж покажу какое нам дают домашнее задание даже немножко покажу наш класс но все все по порядку поэтому смотрите мои видео до самого конца ну как я уже сказала уже три недели я отучилась конечно же мне нравится занятие проходит два раза в неделю в нашей группе примерно где-то 18 человек но из них 12 человек они русскоговорящие ну вот так потому что это из Молдавии из Литвы из Латвии из Украины вот я из России поэтому во время обеденного перерыва мы общаемся на том языке на котором нам удобно а занятие конечно полностью проходит на английском с одной стороны это хорошо с другой стороны это плохо потому что есть хорошо если что-то ты не понимаешь что можешь спросить на своем языке и тебе могут подсказать а с другой стороны все-таки когда ты попадаешь полностью в английскую среду то это более дает лучшие результаты но преподаватели разные во вторник у нас учительница она англичанка вот прямо британка а в четверг по моему она с пакистана ну такая немножко смуглая женщина но при этом она тоже очень давно уже в Британии и у нее такой прямо уже британский акцент ну и британка соответственно тоже с британским акцентом мне очень хотелось чтобы преподаватели именно были англичане почему потому что есть здесь такие курсы где проводят поляки может там молдаване русскоговорящие или еще какой-то национальности но у британцев другой акцент поэтому очень важно чтобы учитель был британец и конечно вот нам повезло особенно первая учительница она именно чистая британка и все даже во время перерыва мы конечно с ней разговариваем на английском языке но вот такой момент в группе но я бы сказала такой маленький минус о том что группа она немножечко разная из них вот где-то четыре человека которые очень хорошо говорят по-английски среднем разговаривать на таком уровне как мой английский такой средний и есть несколько человек которые плохо разговаривают на английском это я считаю что это минус небольшой потому что все равно должна быть группа какая-то вот такая приблизительно одинаково чтобы все были на одном уровне в каком плане минус например если что-то спрашивать и которые хорошо знают они первые отвечают в основном она может быть нужно немножко больше времени а у кого плохой английским еще больше нужно но вот так немножко этот вопрос поднимали спрашивали почему так но сказали что будет так я даже немножко не понимаю для чего те которые хорошие английские ходят в колледж ну может быть просто еще улучшать свой английский а так также есть из албании две девушки из польши и еще один парень молодой он откуда-то с китая или с японии но у него такой очень интересный акцент иногда бывает что нас могут разделить на пары и мы между собой общаемся по-английски то часто с ним хотят пообщаться потому что немножко другой акцент а здесь в англии здесь так много разных разных акцентов и поэтому нужно привыкать к разным конечно акцентом иногда нужно прямо напрягаться чтобы понять что он говорит но все равно группа такая вся доброжелательная по возрасту я спросила если ограничение по возрасту тот кто задавал этот вопрос ограничения нет мне кажется даже если в 70 лет и вы здесь в англии хотите учиться в колледже никто не будет против нет никакого ограничения даже не сказали до какого определенного может быть периода возраста мы сказали нет все желающие могут приходить и учиться в колледже еще такой один маленький минус в том что два раза в неделю я считаю что этого очень очень мало около двух с половиной часов в шесть часов начала 8.30 заканчивается есть утрешняя смена есть после обеда но так как я работаю то мы приходим конечно вечером но если кому-то удобно с утра или кто-то не работает то в принципе днем можно учиться на свежую голову то наверное информация еще даже лучше воспринимается поэтому маловато конечно но даже сами преподаватели говорят что вы не думайте что вот вот эти два с половиной часа во вторник и два с половиной часа в четверг достаточно конечно нет нужно заниматься заниматься и заниматься как можно больше слушать еще очень хороший совет дали чтобы пойти в библиотеку взять разные книги и читать именно сказать какой у вас уровень английского и читать эти книги вслух но часто я хочу сказать что я только вот один раз применила это и я вот читала одну книгу но надо это делать каждый день тогда уже будет улучшаться произношение pronunciation как на английском языке да поэтому такой хороший совет дается домашнее задание и во вторник дают и в четверг и потом уже дома потом это домашнее задание конечно мы сдаем и учитель проверяет сейчас хочу вам показать наше домашнее задание но есть немножко посложнее есть немножечко полегче и как вот учитель исправляет сейчас я вам вот покажу ну вот например одно из домашних заданий тут уже преподавателя исправила все что зеленой ручкой это мои ошибки ну не буду скрывать конечно не все знаю для этого и учусь вот такие здесь и так же такие же листочки нам выдают в классе и мы что-то записываем бывает слушаем какую-то программу какой-то текст например потом переводим отвечаем на вопросы много грамматики но не все сложно что-то сложно что-то просто что-то знаю что-то не знаю но где-то повторение просто такое домашнее у нас задание дорогие мои ну вот вы я показала вам это домашнее задание да ну конечно же есть ошибки у меня но для этого я пришла учиться в этом замечательном колледже для того чтобы улучшать еще раз улучшать английский язык я живу в этой стране поэтому конечно это просто необходимо и мы видим что много желающих которые хотят учиться на этих курсах также сейчас я хочу вам показать сам колледж именно в нашем городе город на хантан или норгэнтон как ты так и так и так и такой такой вариант существует и и так же покажу класс но я специально дело когда было было поменьше людей очень многие во время перерыва вышли и поэтому просто я вам покажу сам наш класс но не всем нравится когда их снимают на видео поэтому я постаралась найти такой момент когда поменьше людей поэтому добро пожаловать сейчас я вам покажу и сам норгэнтон сам колледж который находится в норгэнтоне и также наши классы вот такой нашим городе колледж город норгэнтон это вход но наше занятие они проходят не в этом здании сейчас я просто покажу вам вокруг этот центральный вход а также здесь есть парковка ну здесь конечно разные студенты учатся и те которые только после школы ну и те которые хотят улучшить свой английский импрув как говорится по-английски а занятие проходит в другом помещении вот здесь можно вот так вот пройти сейчас я пока отключусь и мы дойдем и я вам покажу в каком здании наше занятие проходит вот в этом помещении проходит наше занятие на третьем этаже здесь прямо недалеко от основного корпуса ну вот и сам наш класс как все как в школе доска парты сейчас многие пошли ну кто-то выйти покурить может быть в туалет просто здесь пока несколько человек но вот такая небольшая экскурсия все просто но это не самое главное главное именно занятие и в течение пяти часов в неделю вы слышите английскую британскую речь значит этот курс он будет в течение трех месяцев но конечно же можно дальше продлить и вот особенно девочки которые в этом году пришли уже во второй раз и у них в принципе хороший английский вот как я уже говорила в начале видео у нас вот четыре девушки молодых у них хороший английский они уже целый год учились в колледже и они пришли второй раз уже на второй год не знаю для чего ну решили еще раз пройти этот курс все девять месяцев я не знаю есть ли какое-то ограничение вот почему они дальше не идут ну вот так вот они учатся поэтому по возможности конечно я после трех месяцев я обязательно постараюсь дальше продлить если они меня возьмут дальше то конечно я буду дальше учиться хотелось бы хотя бы один год учиться в этом колледже но мне все нравится и еще раз немножко напомню что курсы платные если например вы работаете полный рабочий день если вы не работаете то вы будете учиться бесплатно или например вы может быть у вас небольшая зарплата то может быть будет какая-то скидка например если вы работаете 30 часов в неделю вот как я я не работаю 40 часов то вот уже идет не по полной стоимости но так 300 фунтов за три месяца получается 100 фунтов за месяц но очень часто меня спрашивают сколько это будет в евро в долларах но сейчас это приблизительно получается 117 евро и 117 долларов потому что фунт очень упал по отношению к евро и по отношению к доллару ну вот приблизительно 117 я имею ввиду в месяц а если 300 фунтов ну где-то приблизительно 350 евро за три месяца обучения когда закончится потом уже дальше нужно будет за следующий курс вновь заплатить будут экзамены в конце третьего месяца это получается если мы в сентябре где-то в конце ноября будут экзамены ну все серьезно наверное какой-то будет сертификат какой-то будет документ как пройдут экзамены я обязательно еще буду делать видео если вам интересно то задавайте вопросы может быть я еще не на все вопросы ваши ответила может быть я что-то просто забыла поэтому обязательно отвечу и поэтому где-то в конце ноября или может быть в начале декабря сделаю обязательно еще видео уже расскажу как прошли экзамены и как можно продлить вот эти какие-то нюансы то обязательно я вам об этом расскажу Ну всё, мои дорогие, я с вами прощаюсь. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, если вам несложно, если комментарий напишите, вы будете помогать продвигать мой молодой канал. Всё, всем пока, хорошего настроения, до новых встреч!